Торговый оборот Гомельской области с Россией в минувшем году составил более 6 миллиардов долларов. Такую цифру озвучил заместитель председателя обл.исполкома Владимир Привалов на торжественном собрании, посвященном Дню Единения Народов Белоруссии и России. На Россию приходится около 63% внешнеторгового товарооборота нашего региона. Зам. председателя обл.исполкома подчеркнул «Важность развития межрегиональных связей». Так заключено 29 документов о сотрудничестве с российскими регионами и 73 соглашения о партнерских и побратимских связях с административными центрами России. Ко Дню Единения Народов Белоруссии и России в Гомеле приурочили и международную миротворческую встречу «Мы вместе». И участниками стали учащиеся и педагоги из нашей области и пяти регионов России. Форум открылся митингом возле Кургана Славы и продолжились мероприятия на Аллее Героев. Завершается гомельский этап международной встречи посадкой деревьев на Аллее Мира и Единение 27-й средней школы. Место выбрано не случайно. Это единственное в Гомельской области образовательное учреждение, имеющее официальный статус «Школы мира». Отделение «Беларусь-банка» возобновит работу в одном из микрорайонов Мозыря во втором квартале. Такие сроки были озвучены во время посещения объекта помощником президента Беларуси, инспектором по Гомельской области Юрием Шулейко. Отделение «Банка» по улице Пролетарской, работало с 90-х годов прошлого столетия, обслуживало около 6 тысяч человек. Однако в ноябре минувшего года его закрыли, банк продал здание. Просьбу о возобновлении его работы на прежнем месте горожане озвучили накануне большого разговора с президентом. Юрий Шулейко также провел в Мозыре прямую телефонную линию и личный прием граждан. Во время диалога с помощником президента, жители региона озвучили вопросы медицинского обслуживания, отрасли ЖКХ, звучали споры землепользователей. Часть обращений касалась тем, по которым уже приняты решения различными службами, однако заявители с этим не согласны. Обращаясь к представителям районных служб, Юрий Шулейко заявил, что в течение этого и следующего года Мозырь ожидает серьезное преобразование, будет развиваться инфраструктура. На работы предстоит много и необходимо консолидировать усилия, подчеркнул помощник президента.